Буквально неделю назад мы снимали репортаж о том, как на улице Щедрина в доме 40 рухнула крыша. Но мы и представить не могли, какие разрушения происходят в другой стороне дома. После выхода нашего сюжета к нам обратились жильцы этого же дома, вход в который располагается с другой стороны улицы. В самом доме 15 квартир, но только в 9 из них живут люди. Если боковые входы видно хорошо, то найти центральный стоило больших трудов. А спрятан он в виноградных лозах, которыми успел обрасти дом. Местами полы в этих помещениях обвалились, а стены вовсе покосились. Потолок почти полностью осыпался. Страшно подумать, что здесь до сих пор прописаны люди. И это только одна из разрушенных квартир, в которую нам удалось пройти. Соседняя принадлежит Иненкову Андрею. И в ней дела обстоят куда хуже. Там у меня еще хуже условия, чем здесь. Там вообще провалились полы, провалились туалеты, все ушло в подвал. Подвал трехметровой глубины и все туда провалилось. Сами жители не раз обращались в различные инстанции, но получили одни отписки. Под копирку списанные друг с друга. Дом этот стоит с 19 века. И с тех давних времен в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. В 2009 год еще было постановление, что нас внести в фонд переселения из аварийного жилья. Была комиссия, организованная межведомственная комиссия, которая заключение дала, что дом аварийный. Тоже нас хотели переселить. И все, до сих пор никак никуда ничего не переселяют. Но однажды государство все же решило провести здесь капитальный ремонт. Правда, по подсчетам он обошелся бы в 3 миллиона рублей. И проект тут же свернули, признав его нерентабельным. Теперь дом потихоньку осыпается и пытается похоронить сам себя. Полы вместе со стенами падают в подвал и тонут скопившейся там воде. Жить в центральной части дома попросту невозможно. Правда, этого нельзя сказать о других квартирах. В седьмой, например, живет Галина Чудинина, инвалид второй группы. С самого детства она болеет полиомелитом. И пенсия у нее всего 9 тысяч рублей. Чтобы дойти до своей квартиры, ей нужно подняться по высокому деревянному крыльцу. И хоть виды внутри не такие пугающие, как в предыдущей квартире, состояние помещения оставляет желать лучшего. Полы у нас это тоже рушатся, потому что в подвале там сырость. Вот, ничего не делается. В туалете тоже. И это хотела хоть обить, чтобы штукатурка не падала. Соседка сказала, стена рухнет. Она действительно вся рухнет, потому что она вся сгнила. В туалете хотела пластиковые окна поставить. Они пришли и сказали, здесь нельзя, говорит, стена тоже упадет на улицу. Зимой в этой квартире витает холод. Отопление работает крайне плохо. И приходится утепляться всеми доступными способами. Так дела обстоят не только в седьмой квартире. Зимой воду мы включаем, у нас всю зиму вода течет, всю зиму. Если мы ее не закроем, то уже воды у нас не будет, перемерзает вода. Вот в этом году тоже раза три, наверное, отогревали воду. Прямо напротив Галины живут еще несколько семей. Потолок в их квартире обвалился в нескольких местах. И дыры попросту залатали подручными средствами. По дому тянется не одна сквозная трещина. А стены в жилых помещениях могут рухнуть в любой момент. На одной из них, кстати, висит газовое оборудование. Если стена все-таки упадет, то в квартирах произойдет взрыв. Ведь даже частичного ремонта в доме за счет муниципалитета не проводилось. Жильцы все делают сами. Страшно. Я уже за себя не так боюсь. У меня дети, у меня двое внуков. Одному 12 лет, другой 4,5 годика. Они тоже здесь. Вот я переживаю, конечно, за внуков. Целые семьи продолжают жить в этом доме. Ведь другого выбора у них нет. Штукатурка постоянно падает с потолка, а сам фундамент все сильнее уходит под землю. И никто из жильцов не знает, чем для них обернется следующий день.